И всем привет и подписчики канала Umbrella TH Incorporated, на связи сегодня с вами ваш Альберт Вескер и это наш очередной анбоксинг. Давненько у нас его не было, а причина для анбоксинга у нас все-таки есть. Формальных даже две, строго говоря, наверное, даже можно сказать три, но учитывая, что последние две, они будут у нас отдельно, если я смогу когда-нибудь запустить чертовый драйвер, то сегодня будем обозревать пока только одну вещь. Но я скажу сразу, что сегодня вообще пришло мне две посылки, одного, то в одну я сейчас уже забрал. Если кто смотрит нашу группу ВКонтакте, кстати, отличный повод подписаться. Ну и Дискордик тоже отличный повод подписаться. Так вот, то вы, наверное, уже в курсе, что сегодня к нам пришла наша новая веб-камера. Да. И, по сути, вот этот видеообзор, он будет разбит на две части. Это означает, что сейчас вы видите меня с ноутбука, а когда только мы запустим эту малышку, вы увидите меня уже с нее. Посмотрим, где качество лучше. Я думаю, это самый лучший показатель качества, если вот буквально продемонстрируем, как все это будет выглядеть. Камера, скорее всего, будет стоять вот... Ну, наверное, вот с этой стороны, где у меня находится второй экран. Потому что мне так будет, наверное, более удобнее. Извиняюсь, что если немножко отблекиваю. Ну, блики есть на мне. У нас настоящая жара. Это кошмар. Итак. А, да. Ну, прежде чем по камере говорить, я скажу еще, что сегодня еще вторая посылочка пришла. Это специальный передатчик Bluetooth 5.0. Он мне нужен как раз-таки вот для этой вещи. Я хочу его подключить к компьютеру. Провелся сегодня с утра настраивать. Марка лютая. Но это уже другая история. А если вкратце насчет этого. Это то, чем я пользуюсь уже с апреля месяца. Моя кредитурочка. У меня даже еще запасная есть. То есть, я хочу сделать отдельно разбор, что лучше. У меня была гардитура V8. Она до сих пор у меня сейчас лежит. И вот это другая гардитура формата... Я уже не помню название. По-моему, USB 3.0. А, B3. B3 называется она. Вот эта гарнитурка называется B3. Мы ее будем тоже разбирать. Даже я буду делать, наверное, скорее сравнение. То есть, сначала ее просто рассмотрим. Потом мы будем сравнивать с V8. Может в отдельном, может вместе. Но это другая немножко. Другая стезя. А сегодня мы раз открываем нашу посылочку. Нет, я, наверное, все-таки... Дайте-ка я паузу поставлю. Я лучше закрою окно. А то блики кошмар. Ого! Другое дело. Бликов уже, ну, не так много. Вы, наверное, скорее всего, в моих очках уже видите экран. Ну, да ладно. Что там видит? Карнаку? Реально там карнака, из-за что. Итак. Открываем. Как у меня сесть так, чтобы вы меня видели в полный рост относительно? О! Извиняюсь. Я не так часто делал, конечно, от боксинги. Но... Стараюсь немного улучшать качество их. Так. 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 Слушай, ничего нету? Ничего нету. Итак. Веб-камера Full 4K. Да, я специально брал самую такую высокую по качеству. Надеюсь, что она себя проявит неплохо. Какого-то специального такого у нее... А, нет, вот. Называется DigitalPK Camera. Снова DigitalPK Camera. Видимо, двойное название. Ну, ладно. Давайте же смотреть. Ссылочку, кстати, на эту камеру вы найдете в описании к этому видео. Ну, а пока что... Давайте смотреть, что она из себя представляет. Так. Тут вот небольшая коробочка. Тут, в принципе, все заполнило. Так. Иди сюда. Так. Коробочку мы сюда отложим. Так. С микрофоном. А, она с микрофоном. Гайтик. Настройка. Подключение. То есть, все стандартно. То есть, она, видимо, сразу подключится. Это хорошо. То есть, возиться с ней особо не нужно. Так. Тебя я уберу сразу. Ну, это я микро-USB говорю. Так. Смотрим. Для начала... Есть такой вот... Это Кратштейн, что ли, такой сообразный? Он разбирающийся или он... Да. Ну, такой маленький, я бы сказал бы, наверное. Ну, не знаю. Ну, вроде такой нормальный себе. Правда, вот... К ножку у меня есть придирка. Смотрите. Они никак не фиксируются. Они никак не затягиваются. Ладно, если вот так вот можно было повернуть. Сложил и готово. Но нет. Такое тут не приделали. Ну, наверное, она... Наверное, камера легкая. Ну, камера, она такая... Ну, весистая. Вот она, кстати. Так. Сама камера у нас с одним USB проводом. Ну-ка, я ее сейчас вытащу из этого пакета. Ой. Так. Вот. Вот так вот она выглядит. Ну, интересный вариант. Интересный, соглашусь. Очень интересный вариант. Мне лично тоже он приглянулся. Так вот, столько не совсем удобно, конечно. В принципе, здесь можно управлять стоечкой. То есть, контролируешь... Ну, конечно, это не совсем то. Хотя... А, подождите. Ну, вот эти вот можно, наверное, затягивать. Я так полагаю. То есть, если вот так вот затяну... Я просто пытаюсь понять, как с этими стойками работать. Вы уж извините. Это моя... За всю мою жизнь старая веб-камера. Что поделаешь? Первая была на старом украденном ПК. Стационарном. Надеюсь, это... Варьё радуется хотя бы жизнь, чем украденному. Итак. Ну, в принципе, неплохая. Я уже могу... По крайней мере, в плане крепления. То есть, вот так вот взял, зажал. Приделалось. Я их сейчас попробую к... Вот чисто технически. Как вот здесь закрепиться? Она нормально, ненормально? Вы так вы извиняюсь. Слушайте, она, в принципе, неплохо встаёт. Правда, когда я буду смотреть на... Не то, вот здесь не лучше будет, наверное, обзор. Вот если вот с этой... А вот здесь вот не свалит? Слушайте, в принципе, нет. Можно зажать вот так плотненько. Вы этого не видите? Ну, я вам всё покажу. То есть, куда я её примерно поставлю. Ну, слушайте, она примерно неплохо встаёт. То есть, как бы объяснить? А, хотя, в принципе, я могу показать, что это я не могу. Ну-ка, зато покажу, что произошло с нашим мониторчиком за последние несколько десятилетий. Ладно, шучу. Мы его приобрели. Вот этот вот... Помните, наверное, наш первый анбоксинг? Вот, поздоровайтесь. Наш старый добрый друг. Как видите, вот, она вот так вот неплохо крепится. Подставка поехала аж. Ой. Всё двигать надо. Всё ставить надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, как видите, она прям вот крепко держится. Не знаю, видно будет, не видно. Постараюсь вот подвинуть. Чешка чая. Вот, видите, она вот так вот... Подвинься уже нормально. Длинные провода, я знаю. Вот. Видите, вот здесь вот она вот так вот плотно прижимается. По сути, можно прижать к экрану. Даже вот такой очень тонкий. Да. Я до сих пор смеюсь над собственной фразой. Я часто пересматриваю свой первый анбоксинг. Смерть-то и только. Но, должен признать, приятный вид, что он, на удивление, хорошо оптимизирован. Первое, что было нормальной оптимизацией у меня. Так вот. Очень тонкий и при этом хорошо крепится. То есть, реально рассчитан на тонкие мониторы. Это уже радует и... Никуда не свалится. Это тоже радует. То есть, она крепко сидит ни вверх, ни вниз. То есть, у неё всё вот так вот хорошо рассчитано. Ладно. Давайте поставим нашего друга обратненько. Ой. Так. Я уж не буду это всё обрезать. Как говорится... Так. В принципе, она встаёт неплохо. Она встаёт неплохо. И, если что, её можно... Кстати, тут она даже хорошо встает. Потому что там у монитора-то небольшая шероховатость есть. Ну, в плане зацепа неплохая. То есть, можно, в принципе, ставить. То есть, камера сама неплохая. Что я знаю об этой камере? Во-первых, у неё есть автофокусировка. Что в моём случае очень хорошо. Потому что, к примеру, есть камеры, которые нельзя фокусировать. Ну, с обычной ручной фокусировкой. То есть, вот так вот вращаешь и готово. Это с автофокусировкой. Камера 4К. То есть, качество картинки должно быть в десятки раз лучше. Я на это надеюсь. Мы сейчас это с вами проверим. Я её сейчас подключу и посмотрим. Я как раз-таки недавно купил хороший хаб. Я бы вам его показал бы, но... Я его приклеил. То есть... Ну, хотя я, в принципе... Хотя там... Нет, я, наверное, не смогу его показать. Может, камера не засвечит. Я думаю, что у меня осталась коробка от хаба. Сейчас посмотрю-ка. Да, коробочка от хаба осталась. Хаб у меня был вот такой вот. Купил от Орика. Кстати, я рекомендую. Я, наверное, ссылку на него тоже оставлю в описании. Он очень помог мне разветлить всю эту систему с подключением наушников, мышки. То есть, реально тоже хороший хаб. Ну, я спрашивал тоже, выкатил до него обзор или нет. Ну, как-то глухо было. Я посчитал, что, наверное, хаб никому не интересен. А вот зря. Хорошая вещь. Причём, без подарка наклеечная лента там была. Мне прямо вот повезло. А может и нет. Ну, в любом случае, стал идеально и разветвлять всё прекрасно. И как видите, звук тоже прекрасно работает. То есть, это всё к хабу подключено. Ну, ладно. Что-то я отвлекаюсь то на хаб, то на наушник. Надо хотя бы вот этим разоняться. Ладно. Сейчас. Так. Увидимся буквально через мгновение. И вот примерно вот такое вот хорошее прекрасное изображение. И я не сарказм... Это не сарказм, ребят, если что. Да. Я не учёл тот факт, что, скорее всего, понадобится дополнительное освещение. Порвально говоря, я уже сейчас этот анбоксик записываю второй раз подряд. Дело в том, что в первый раз у меня не записался звук. Вот именно с этой камерой. Нет. У камеры микрофон работает прекрасно. Я... Ну, так решил проверить. Просто у меня здесь звук сбился. И аудиодорожка оказалась без звука у меня. Но сама картинка великолепна. Мне очень понравилась. То есть, реально, качество картинки превосходное. Мы даже с вами сегодня посмотрим в формате... Ну, в небольшом... В формате просто игры, как это вот со стороны в мини-окне. Мы на это тоже сейчас с вами посмотрим. Не переживайте. Ну, нормально. Для меня это второй раз. Для вас будет это первый раз. Извиняюсь за эту игру с тенями. Я просто вот... Рыщенно жестикулировать. А меня подсвечивает только чисто мой телефон. Буквально. То есть, понимаете, без подсветки и 4К-камера, это, конечно, ну... Вариант интересный. Только если у вас освещение наверху хорошее. У меня, как видите, освещение тёмное. Ну, я просто привык к тёмным пространствам. А у ноутбука есть такая возможность, как выкрутить гамму. У внешней видеокамеры такой возможности, к сожалению, нет. Может, конечно, есть какие-то драйвера. Надо будет с этим провозиться, поискаться. Но в целом... В целом... Даже сейчас просто уже картинка меня радует. То есть... Ребят, если кто-то сомневается в качестве картинки, я просто дам вам два фактора, на которые вам нужно обратить внимание. Первое. На детализацию моих усов. Вот прямо на них обратите внимание, на мои усы. А второе. На детализацию... Аквариума. Вы там видите сейчас... Я прямо отсюда даже вижу. Просто сейчас вот... Извиняюсь, если глаза смотреть не на саму камеру, а на экран. Мне просто привычнее будет видеть себя сейчас. И ещё потому, что я вижу собственные идеи. Это... Ну, в данном случае... Надо так делать. То есть, получается... Вы можете видеть детально аквариум. Детально мои усы. Даже детально мои зубы. Ну, а камень вот этого. Вот этого. Не переживайте, здесь зуб есть. Просто... Он тут в тени у меня. Ну, буквально у меня в тени здесь просто... Неравномерный такой зуб. Но в целом... В целом... Все выглядит неплохо. Даже я сказал, очень хорошо. То есть, реально. Картинка, кстати, сочная, хорошая. В целом, у этой камеры очень много преимуществ. Но... Давайте сначала с вами посмотрим, как всё-таки она будет смотреться со стороны... Ну, видеоформата. То есть, когда мы будем стримить, и что он трогит. Понятное дело, что нужно заказывать дополнительное освещение. Но это уже, как говорится... Детали, детали. Просто хотя бы сейчас посмотрим, как сейчас будет выглядеть. Да, знаю. Это не совсем, наверное... Ну... Хороший способ проверить. Тем более, что нет нормального освещения. Но, в целом... Почему бы и нет? Давайте сейчас проверим. Так, ну, в принципе, неплохо смотрится. Я даже немножко подвину так вот себя, чтобы у меня было, наверное, куда лучше и громче слышно. Слушайте, в принципе, неплохо смотрится. Я запустил Лару Крофт Гоу. Смотрится вполне себе неплохо. Очень даже хорошо. Я не буду, наверное, сейчас... Хотя, давайте попробуем сейчас одну из ее апостасей. Вот, к примеру, давайте чисто вход. Чисто забытый путь. Просто сейчас зайдем, посмотрим, как это выглядит со стороны. М-м-м... Неплохо. Неплохо, неплохо. То есть... Я опять же хорошо вижу детализированную аквариум, детализированную шляпу. Опять же, даже вот такая... У меня мелкая вебка, но... Реально, детализация очень хорошая. Реально. Детализация прям очень прекрасная. Мне нравится. Я сейчас еще посмотрю, как я выгляжу со стороны. То есть я сейчас вот немножко поиграю. Вот так вот. То есть камера пусть вот так вот повисит. Посмотрим. Давай, Ларочка. Ой, ты куда? Ты же сюда. Прямо. Давай уже. Все хорошо, Лара, давай. Управление мышкой здесь, конечно... Как я первый раз мышкой проходил это давным-давно, я уже и не помню. Ой, да уж. Давай, Лара, спускайся, спускайся. То есть, видите, здесь можно от ярких зон до темных просто спокойно это все проследить. Как-то хорошо смотрится или нет. Можно, конечно, наверное, втапку как-нибудь уузить. Сделать более узенькой. Надо будет поработать над этим направлением. Так. Лара, давай, давай. Так. Давай. Да, Лара, тут серьезно. Надо было, наверное, все-таки джойстик выставить. Ну, ладно. Поставил-поставил какой-то с мышкой. О! Очухалась змея. Ну! Лара, ты издеваешься, что ли, надо мной? Давай, двигай задницей! Ну, неплохо. Неплохо смотрится. Так. Так. Движемся. Так, аккуратно. Так. Тут я чисто мышкой, ребят, сейчас. То есть... Не... Судите строго за геймплей. Сейчас тут я чисто мышкой, не с геймпада. Как мы с вами в прошлый раз проходили. Кстати, ребят, если что, ссылочка на плейлист с прохождениями Лара Крофт Го будет в описании. То есть, когда я болел, я вот ее записывал. Будет приятно, если заодно, кстати, оцените. Так, так... Сюда. Сюда, я сказал. Серьезно, не хочет слушаться. Никакого послушания у барышни. Ааа... Так. Теперь сюда. Сюда, сюда. Я эту игру очень рекомендую всем, у кого хорошо развеет логическое мышление. Так. Поехали, Лара. Да, змейка нам недовольна. Змейка нам очень недовольна. Недовольна. Ну ладно. Сейчас Ларочка возьмет ключик. Мы на этом закончим испытание. Давай, Лара, берем ключ. Что ж. Давайте, наверное, сейчас вот выйдем тогда. Выйти. Да. Выйти. Я проверю, как... Я проверю, как там сейчас со звуком. В принципе, я вижу, что звук идет. Мне главное, чтобы он записался. Вот самое главное. Ну ладно, разберемся. Разберемся. Ну, в принципе, ребят, как вы сейчас видели, качество, в принципе, неплохое. Даже, я бы сказал, очень хорошее. Камера мне понравилась. Да, нужно поработать только, наверное, с освещением. Это ее единственный, наверное, минус. Ну, то есть, что у нее нет собственной настраиваемой гаммы. Это, наверное, единственный недостаток. А так, учитывая ее достоинства, я думаю, в принципе, освещение не будет таких критичных моментов. То есть, смотрите. Что у нее есть? Автофокус. То есть, видите, шляпа сейчас вот сбоку, вот там, где мышка, вы, наверное, видите, стрелочку? Она расфокусировалась. Так, пенечку. Во. Теперь фокус появился. То есть, у нее автофокус. Я ее никак не кручу, не регулирую. У нее вообще таких функций нету. Это раз. Второе. Это 4К разрешение. Чем это обеспечивается? Ну, могу сказать, что, учитывая, что камера вот такого вот, не знаю, вот так вот, наверное, лучше видно будет. Вот такого вот, примерно, размерчика. То есть, она легкая, но она достаточно такая, ну, массивная, я бы сказал бы. Могу, наверное, предположить, что там большая матрица. Как у зеркалок. Ну, у зеркалок, аппаратов, если кто не понимает. Это только предположение. Тем самым, качество картинки, ну, становится намного лучше. Ну, сами посудите. Вот сами посудите на картинку. Вы видите прекрасную детализацию моих усов. У нас сейчас на максимальном качестве она стоит. Вы видите прекрасную детализацию аквариума, шляпы, отражение вот от моей сумочки. Тут я просто немножко... Ммм, сумочка лежит. То есть, вы видите полную детализацию. Детализация качественная. Я уже сам просто вижу, я сейчас вот буквально вот записываю вот это вот видео. И могу с уверенностью сказать, что качество меня вполне устраивает. Даже больше, чем устраивает. То есть, по сути, это 4К, это автофокусировка, отсутствует драйверов. Ну, то есть, просто подключил, и она уже работает. Она уже работает. То есть, никаких лишних драйверов бегать искать не надо. То есть, это уже радует. Это уже радует, и это очень хорошо. Единственный недостаток, конечно, это отсутствие настройки гаммы яркости. Это, наверное, единственный такой, ну, маленький недостаток, будем признавать. У меня вот тут, например, только одна лампочка горит. Так что, в принципе, это неудивительно, что у меня вот такое, наверное, залуженное освещение. Был бы больше, наверное, света, был бы, наверное, получше, мне кажется. Ну, в принципе, я, наверное, больше, наверное, приобрету, как вот такую специальную круговую лампочку. Видел ее у одного, ладно, у двух ютуберов. Хорошую, так ей прям вот использовать для освещения. Это, наверное, скорее всего, хорошо помогает так вот лицо светить, все прекрасно. То есть, думаю, в принципе, нормально будет. Попробуем, посмотрим. И тоже на нее тоже сделаем анбоксинг. Какие мои мнения о камере? Ну, 10 из 10 спокойно по моей шкале. 10 из 10 качество отличное. Можно использовать для трансляции, для видеоконференции, для, опять же, уроков, семинаров. То есть, в принципе, достойное качество. Мне нравится. Мне просто нравится. Я прям хлопаю производителем. Так что, ребят, если вас заинтересовала эта камера, то обязательно, во-первых, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. А также подписаться в группе Дискорде, ВКонтакте, на Дэвид Арте. Все ссылки найдете в описании. И, конечно же, если вас заинтересовала эта модель, то переходите по ссылке в описании. Я оставлю ссылку на данную модель видеокамеры. То есть, где я ее прям приобретал, в каком именно конкретном магазине Алиэкспресса. Я считаю, что это будет более корректно и правильно. То есть, реально, ну, чем, как говорится, выискивать ее самим, лучше перейдите сразу по ней, и вам будет проще. Я считаю. Тем более, вот этих вот моделей я, когда искал, подбирал свекамеру, я находил десятки. Ну, в разных магазинах, где-то отличались по стоимости. Но я отбирал именно по комментариям, где были более лучшие комментарии. Поэтому, вот, я рекомендую именно ту ссылку, по которой я оставлю в описании. То есть, для вашего собственного спокойствия. То есть, ну, в принципе, все, что хотел сказать, сказал. А вы напишите в комментариях теперь, как вам эта камера? Что лучше, с ноутбука или же с этой видеокамерой? Мне лично нравится вот второй вариант, именно с внешней видеокамерой, а не с ноутбука. Ну, и, конечно же, напишите, что вы думаете по поводу идеи стриминга с помощью вебки. Интересно, это тоже в вашем виде? Некоторые пишут, просят с вебкой. Ну, почему бы и нет? Ну, все равно интересно в вашем тоже виде. Ну, и, конечно же, не забудьте следующие вещи. Так, и небольшой, маленький лайфхак. У этой видеокамеры автофокус есть только на 2К и 4К. Это так, чисто от меня совет. Берите лучше 4К, не пожалеете. Все. Всем до скорой встречи. Всем удачи на нашем канале Braille.com Powerated. Увидимся очень скоро и еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»